И снова здравствуйте! Друзья, у нас уже был ролик «Купили квартиру», ссылочка внизу для тех, кто еще не видел, а те, кто смотрели, помнят, что мы рассказывали о покупке квартиры со вторичного рынка в городе Аждот, Израиль. Сегодня мы познакомимся с новостройками города Аждот на примере района Аптаун, который строится в самом центре города, из домов которого открывается шикарный вид на море и открытый вид на город. Мы узнаем, сколько стоит квартир в этих домах, как рассчитать ипотеку и люди каких профессий могут себе позволить подобную покупку. Ну вот мы и на месте. Вы видите за забором высотки и дома-бутики. Это и есть район Аптаун, который частично уже заселен, но строительство еще продолжается. Нужно отметить, что на этом участке работают несколько строительных компаний. Мы вам расскажем о новостройках, осуществляемых компанией Донец, которая предлагает трех-, четырех- и пятикомнатные квартиры в этих проектах. Итак, трехкомнатная квартира на третьем этаже площадью 72 метра квадратных в проекте, который сдается уже в этом 2020 году, стоит 1,650,000 шекелей, примерно 470,000 долларов. Цена пятикомнатной квартиры на пятнадцатом этаже площадью 132 метра квадратных в проекте, который сдается в 2021 году, составляет 2,590,000 шекелей. За высокий этаж и вид на море придется доплатить 100-150,000 шекелей, зависит от застройщика и проекта. Приведу пример расчета ипотеки для покупки трехкомнатной квартиры, той самой, за 1,650,000 шекелей. Тут нужно отметить, что для покупки квартиры прежде всего вам потребуется внести первый взнос, то есть ваш собственный капитал. В Израиле он составляет 25-30% от стоимости приобретаемой недвижимости. Таким образом, в нашем примере сумма вашего собственного капитала должна составить 412,500 шекелей. Предположим, что у вас есть эти деньги. Тогда сумма ипотеки, которую вы будете просить у банка, составит 1,237,500 шекелей. Для расчета ежемесячного платежа воспользуемся калькулятором ипотеки. Для этого заходим в любой поисковик, к которому вы привыкли, и заводим в поиске Махшивон Машканта. Это придется делать на иврите, другого варианта нет, так как мы будем пользоваться сайтом Израильского банка. Итак, первая строка, которую вам выдает поисковик, это сайт Банка Мизрахит Фоход. Нажимаем. Нам открывается табличка. Тут все достаточно просто, даже если у вас недостаточное знание иврита. Мы должны заполнить три первые строки. Первая – это сумма ипотеки, которую вы берете. В нашем случае 1,237,500. Вводим эту сумму. Вторая строка – на какое количество лет вы берете ипотеку. Выбираем по максимуму 30 лет. И третья строка – процентная ставка банка. Вы видите, что тут уже есть процент. Но это тот процент, который вам предлагает банк на данный момент. Мы оставим его, но имейте в виду, что с банком можно и нужно торговаться. Нажимаем внизу черную кнопочку «Рассчитать» и получаем сумму ежемесячного платежа по ипотеке. В нашем случае он составит 5529 шекелей или 1575 долларов. Все. Конечно, этот расчет является ориентировочным, не точным, так как есть множество факторов, влияющих на сумму вашей ипотеки, таких как ваш доход, срок пребывания в стране и даже ваш возраст. Но, тем не менее, эта имитация очень помогает при планировании покупки квартиры. Теперь вопрос. Какой доход нужно иметь, чтобы банк предоставил ипотеку? Обычно банк требует, чтобы ежемесячный возврат не превышал 1 трети вашего дохода – брутто, то есть до вычета всех налогов. Вам потребуется предоставить документы, подтверждающие ваши доходы за три последних месяца. Это зарплатные листы, если вы наемный работник, или отчеты в налоговую, если вы предприниматель. В нашем случае такой доход должен составлять не менее 18 430 шекелей на семью. Вот и все. Надеюсь, наши объяснения помогут вам при планировании покупки вашей мечты. До новых зарисовок!